ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы только посмотрите, какая красота! Это кайф! Ух ты, смотрите, там целое семейство аистов. Аисты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Меня зовут Нина. И сегодня мы отправляемся в трип по Калининградской области. А чтобы наше путешествие было еще более атмосферным, мы возьмем в аренду этого ретро-немца. Посмотрите, какой красавчик! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Калининградская область отделена от остальной России территорией других государств. Раньше она была частью Германии, поэтому здесь много старинных европейских построек и германских церквей – кирх. Это отличный повод съездить в малоизвестные городки и познакомиться с историей региона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы в городе Правдинск. Здесь находится кирха Фридланд, одна из самых больших в области. Во время Второй мировой ее разграбили, потом в советское время признали культурным наследием, а в 90-м году передали РПЦ и отреставрировали. Местные жители утверждают, что с этой башней Наполеон наблюдал за фридландским сражением. Пойдемте поднимемся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, во время реставрации в шаре шпиля нашли клад, золотые монеты и ценные документы. Вот это я понимаю изобретательность, чтобы спрятать заначку от жены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта башня – самое высокое здание в городе, поэтому отсюда открывается шикарный вид. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приезжая в Железнодорожный, попадаешь в старый европейский город. Ощущение, что здание как будто бы с открытки. Но так было не всегда. Всего пару лет назад город выглядел вот так. На реконструкцию поселка потратили больше 200 миллионов рублей. Дома восстанавливают по архивным снимкам. И нет ощущения, что это бутафория, сделанная вчера. Вместе с реконструкцией в поселке появились туристы, а с ними и новые интересные места. Например, музей Патефон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыкальные шкатулки, шарманки, граммофоны и патефоны. Хозяин этого музея собирал и реставрировал музыкальные инструменты почти 15 лет. А теперь здесь можно насладиться их звучанием за чашечкой кофе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали к самому большому шлюзу Мазурского канала Калининградской области. Мазурский канал должен был соединить группу озер с Балтийским морем. Его пытались достроить 200 лет, но так и не смогли. Сейчас есть 10 таких заброшенных шлюзов. Пять у нас и пять в Польше. Все эти дырки вырезали местные жители, чтобы бобры не застревали. Поэтому ни один бобер здесь не пострадал. Место и пугает, и завораживает. Вода, падающая с 15 метров, выглядит очень мощно. Иногда, кстати, здесь прыгают рок-джамперы. Но мне и так адреналина хватит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поселок Знаменск – еще одно прекрасное место для туристов. Здесь, благодаря местным предпринимателям, можно не только насладиться старинными зданиями, но и активно провести время. Здесь можно поиграть в футбол, в пляжный волейбол, отправиться в велотур. Но главная фишка – это сплав по реке на байдарках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Байдарки – это, конечно, хорошо. Но мы отправляемся в путешествие до водопада на речном трамвайчике, на Чиле, на Расслабоне. А еще в Знаменске находится одна из старейших кирх области – кирха Святого Якоба. Пока что на нее можно полюбоваться только снаружи, и для туриста вход закрыт. Но нам разрешили войти внутрь и посмотреть, как там все. Посмотрите, ей почти 800 лет! Ну что, мы посмотрели только малую часть интересных мест Калининградской области. Поэтому, ребята, берите тачку, берите друзей и отправляйтесь в трип. А также пишите в комментариях, что еще можно здесь посетить. Всем пока! Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»!